Фокусники украшают ёлку. Берём спичку, немного огонька, немного волшебства и в принципе всё готово. Единственное, что это довольно долго, но максимально эффектно. Миша и Максим показывают фокусы без перерывов и выходных, хотя ещё месяц назад у них не было иллюзий на эту предновогоднюю кампанию. Но реальность превзошла ожидания. В субботу 12 выходов на сцену. И это несмотря на то, что некоторые кампании сокращают праздничные траты. Большие организации, не будем называть именно, но именно огромные организации, они заказы отменили. Некоторые бывают в офисах празднуют, это тоже очень интересно. Они фокусников не зовут, наверное. У нас в том-то и дело, что плюс, я всегда подчеркиваю, что мы можем выступать как на большой сцене, так и в маленьком офисе. Бывают выступания где-то за городом, в каких-то коттеджах и так далее. Это очень удобно. Вот здесь все записаны брони, которые на каждый день. До конца декабря всё плотно-плотно запито. Такое положение дело ресторанам по вкусу. Ещё бы, ведь у них каждый день проходят корпоративы. Правда, аппетиты у гостей в этом году скромные. Но у конкурентов дела бывают и хуже. Вы знаете, мы, конечно, интересуемся, как что. И вот говорят, что в этом году хуже. Намного хуже по городу именно с корпоративами. А это магазин пиротехники. Здесь пока тоже нет ажиотажа. В этом году тюменцы не запустят в небо миллионы. Залпы будут куда скромнее. Сейчас там средний бюджет полторы-две тысячи. Вот на эту сумму народ набирает. Кто-то, конечно, меньше, кто-то больше. То есть у кого на что как бы хватает денег. А вот в индустрии детских праздников о сокращении бюджетов и не слышали. У тюменских Дедов Морозов в этом году график буквально сплошной праздник. И цены доходят до 20 тысяч рублей за визит. Дарина Яранцева, Леонид Ализаревич, Тюменская служба новостей.